Всем привет, с вами PL419. Если у нас вчера был день симуляторов ходьбы и квестов, сегодня у нас день платформеров. Я вам покажу старый платформер VR-ный Gnome Свеса FireEyes, Gnome против Фей, и сразу показываю, как его запустить. Умный человек нажал бы режим Oculus, но почему-то он у меня не запускается в режиме Oculus, поэтому мы запускаем его в режиме SteamVR. Игра поддерживает геймпад и клава-мышь, то есть на тачах вы в неё не виграете. Это начало, сейчас звук я вырублю. Вернее звук там уже и так вырублен, но на заставке он остается. Итак, это платформер, такой красивый, мультяшный, можно даже сказать детский, детишкам нормально зайдёт. Игрушка стоит в стиме 90 рублей, скидки бывают до 45. Сам я каю ещё не прошёл часа 4, но играл, где-то завис в каком-то месте. Итак, играю на геймпаде Oculus Quest 2, Air Link, вот это всё. Сейчас, это ещё загрузка, всё, вот. Вот таким вот чувачком играем. Ещё она лагает, хотя чему тут лагать, казалось бы, но лагает. Сразу показываю на старт, здесь можно вызвать паузу и здесь есть настройки. Вот оно управление показано. Ну-ка, сброс камеры на правый стик. Сейчас покажу управление. Ну тут стандартное. Атака, прыжок, защита, использование каких-то тулсов, оружие, движение, в общем классика жанра. Есть настройки графики. Вот, музыка у меня сейчас на минимуме. Это вызывается всё дело на старте. Язык только английский, к сожалению. Вот есть какая-то история, я в неё особо не вдавался. Прикольно, здесь опять же то, что игрушка достаточно красивая и, как и в случае с Planet Alpha, да, повороты дискретные. Как и в случае с Planet Alpha, при которой ты, кажется, делал обзор, у нас не так много в VR платформеров, где можно вот так вот прямо сидеть и на этот мир вот так вот упор смотреть. Да ладно, так что мы можем? Мы можем прыгать и стрелять. Кроме того, нам надо собирать вон те штуки, которые ягодки. Камера тут сама как бы делает, да. Можно просто вот так вот прямо лицо подносить. Это на самом деле выглядит очень прикольно. Если вы не играли в платформере в виртуальной реальности, рекомендую эту игрушку в том числе. Лотитейл ещё будет у меня обзор, тоже достаточно прикольная штука. Давай, взял. Вот, это необычно, когда ты вот этот мир, как бы он трёхмерно весит, и смотришь на него снаружи. Как сюда добраться? Конечно, можно просто забить на эту ягоду. Ну-ка. Сейчас гляну, тачи точно не работают. Да, тачи тут вообще никак не реагирует ни на что. Так что, только геймпад или клава-мышь, если у вас есть, то можно. Ну-ка. Эээ. Да, в принципе, ладно, хрен бы с ней. Пойдём по кому-нибудь постреляем, например, вон по той штуке. Опа, есть. Так, сейчас камеру сбросим. О. Так, у нас тут он прямо... Опять же, очень круто вот это вот всё трёхмерное окружение прямо ощущается. Вот так вот смотришь, у тебя один глаз закрыт этой деревяшкой, второй видит фонарик. Очень необычно. Так. В какой-то степени вот в таких играх 3D ощущается даже лучше, чем... Как если бы вы играли, там, не знаю, какой-нибудь Half-Life Alyx, где у тебя все объекты вдалеке, получается. Опа, меня вытянуло. Старый добрый Air Link имеет свойство все ещё вылетать, пока у меня 30-я прошивка, иногда бывает, что глючит. Окей, продолжим. Так вот я о чём. В том, что в таких вот играх, вроде бы мелких неизвестно, зачастую 3D ощущается гораздо лучше, потому что у тебя угол зрения, смотришь на объект и в упор. Из-за этого у тебя эффект присутствия гораздо больше, чем когда ты идёшь по улице, там, в том же Half-Life Alyx. Это не прикол, это на полном серьёзе, сейчас поговорю. Когда прямо вот над этой штукой всей... Так вот смотришь и как в реальности, как будто бы ты находишься над этим гномом. Так, а как туда до прыгнуть? Её, не на эту кнопку же. Надо зарезать на эти деревья. Понятно, что реально этим заниматься. Ух ё, можно вот так делать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас... Ой, ладно. Не будем. Там, насколько я помню, надо... Сейчас будет открыть ключ, да. Вот здесь... Подходишь, жмёшь на... По-моему... На Б, и тебе говорят, что... Привет, чувак. В общем, я тут закрыта. Найди мне где-нибудь ключ от этой клетки. Ты говоришь, что тебе сейчас найду. Я не помню, где там этот ключ. Там, по-моему, надо дальше куда-то пройти, кому-то вломить. Ну-ка. Ещё что-то, да. Ну-ка. Периодически надо сбрасывать камеру, чтобы она не уползала. Давай. Так, там... Там звёзд... Ну ладно, сейчас туда сходим. Если можно. Единственное, повороты дискретные. Они немножко раздражают. А здесь нечего делать. Пошли-ка мы вон туда-назад. Сейчас. Чихо. Ну-ка, мы сейчас вот сюда сходим. Здесь у нас, ну-ка, эти что-то нельзя собирать стрелять. Я не в начало пришёл. Случайно. В начало, блин. Балбес. А, вон. Вот сюда пошли. У-у-у-у. У-у-у. 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 Крупным планом. О, можно собрать. Они говорят, что... Ты нашёл ключ. Ну вот. Сейчас я забрал его, да? Этим ключом сейчас откроем эту клетку. Прыгай. У-у-у-у. Прыгай. У-у-у-у. Очень красочно сделано. Особого насилия тут нет, но вы видели насилие. Сейчас. Так что, в принципе, её можно даже детишкам рекомендовать. Иногда камера не поспевает. Приходится её сбрасывать самому. Ну-ка. Вот. Всё. Тебя скажут, ты молодец. Марио, ты спас меня. Ну, бэ, жмись. Спасибо. Ну и там дальше где-то должно было что-то открыться, сон как всему. Спасибо. В общем, она тебе говорит тут. Вон она, дверь, походу, в следующий уровень, если правильно понимаешь. Что ты не можешь? О! Можешь. Я так понимаю, что это переход дальше. Ну-ка, сейчас посмотрим, что ещё можно в этой локации сделать. К управлению надо, да, безусловно, привыкнуть. Я не каждый день играю в такие игры. Одно запрыгиваю на дерево достаточно сложным, кажется. Ну-ка, понимаем, сейчас отсюда. Да, в игре есть мультиплеер, кстати. То есть там можно... И у неё есть плоская версия, насколько я помню. То есть вы можете на пару тут бегать. Ну-ка, мы с четырем я встану. Сейчас я сидя играю. Опа. Это всё, конечно, здорово. Так, ладно, хоть сам не развалился. Не с это самое. Не упал. Может, он отсюда допрыгнет? А, я знаю, что мы сейчас делаем. Ну-ка. И вообще он два раза может прыгать. Стоп. Это важно. О, мы тогда вначале сейчас соберём эту штуку. Ну-ка. Я забыл об этом. Так, стоп. Не туда. А нам вон туда. Оттуда мы пришли, да. Почти. 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 Где там эта штука? Вон она. Ну-ка. Может, я сейчас с земли допрыгну до неё. Может, разобьюсь, просто не пчёт. Ух! Эх! Не, ну вообще, если постараться, то я ещё заберу. да ё-моё так мне надо прыгнуть вот сюда есть я молодец так вот и теперь пошли на выход путь в сад королевы так там мы были нам на 4 вон там звездочки сети висят так только я не вижу вижу зачем вот эта дверка счет для ним он опять будет говорить спасибо хватит а вот бонусы круто так оттуда мы пришли нам вон туда дальше наверх короче надо сейчас за камеры надо привыкать она не всегда ведет себя так как хочется тебе но есть сброс поэтому как бы это не проблема так сейчас нам надо вон туда допрыгнуть страшно ну почти так а там сейчас по моему может быть битва даже дать его тут фигурки стоят что это такое а мне дали меч вот так а как стрелять то есть вот на правый триггер меняется оружие или налево нет по правой его те и пойдем с мечом так нам вон туда такие вот фигурки и вот такая вот игрушка так на комнате испытаем этот меч что за банан он и есть на ком испытать банан берется берется так нам туда вон дальше блин а где ягодка положено так здесь а вон еще одна клетка в общем мир понимаю по сюжету игры мы освобождаем всех чувачков а еще тут звездочки которые но как сюда попасть попасть сюда через вон так он кончился подняться наверх там спуститься скатиться вот по этой штуковине видимо так это работает сейчас она будет говорить опять что нужен ключ озвучка тут лучше макей так куда тут сюда что-то видимо так нет не сюда ну да вон они звездочки осталось только понять как туда попасть там он всякие крутящиеся платформочки а кстати а почему я не могу сюда прыгнуть вот так вот может быть и добавок они взяли вот с этой штукой например полететь что это вообще такое а вот кстати я мог ну-ка давай еще можно допрыгнуть при желании от дерева толкаться не упал вот давай еще разок мне кажется там может быть кто-то более простой способ подъема туда а вот она тут все проще на 1 прыгнуть думаю вон гриб был да он не просто так тут был тут такого много так дальше наверх вот по ух ты все-все-все-все-все становись остановись аккуратно собираем ягодки давай так и и и здесь еще этому проход наверх еще не собрал на самом деле довольно прикольное ощущение от игры вот все есть собрали под те что тут у нас только гномы знают секретный вход в секретную пещеру хорошо конечно ну-ка что это значит ну-ка использую свой меч для того чтобы открыть дверь так а как спуститься а может он подожди можно потом спуститься сам сюда ну-ка там он катаются всякие звездочки которые надо бы собрать я не знаю куда идет пещера счет далее пока камера сбросить ты что там ух ты тут вот такое и тут воу золото или что это что за хрень а это щит 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 щитом а можно блокировать щитом на игрек прикольно необычные игровые механики а вот и на ком испытать блокируем все блин 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 не говорим получились что ванцевал ой вы ее и где он а так что тут нас еще все валим из этой пещеры помню че интересно больше нет для следующего вам покажу еще lucky tail он по типу этого единственное что он дорогой нас бакс он стоит на мне достался на халяву так вот и пойдем попрыгаем дабы завершить может еще разобьюсь заодно тихо 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 можно жизни взять ладно хрен с ними так а куда нам надо в итоге сейчас мы туда заправим там блокать подсказка я на меня забил вот звездочки там он можно спуститься и собрать много все это по моему ух ты только что на назвал заморозила порой ну-ка у меня есть тема переключиться на другое оружие мультирует причем тебя бить отлично это ключик еще один хорошо так сейчас там где-то спуск спуск со всего этого дела чтобы собрать другие звездочки вон и там он будет час конечно там бы те ну ладно это я вряд ли вот а буду дальше играть потом хотя когда-нибудь можно будет пройти принципе прикольно смотрится так пути погнали но почти и здесь у нас открытие двери так здесь и скажут что мы молодцы большой зеленый портал иди через большой зеленый портал затем попадешь сад королевы вот те где зеленый портал вон он он вообще не зеленый нифига ну ладно ну окей да тут локации разного вида я проходил говорю что несколько часов я играл что за класса урона и они потом внешне эти локации будут отличаться это жизнь все хана так вот есть звездочки там ничего на как он то брать интересно больше мухоморовых то курва как бы ты здесь взять и улететь это было ошибкой не надо было туда ходить три жизни это видимо три попытки у меня а надо ключ найти чтобы вот эту штуку открыть в общем как видите здесь геймплей не сильно разнообразен но прикольно так в общем да смотри вокруг прыгай вокруг все таком духе ну да туда как-то должно быть попадать ладно счет мне хочется этим победить я не а я их победил тогда нафиг возможно где-то здесь есть телепорт вот это вот что-нибудь например на что это это улучшение для мяча судя по всему ух ты сейчас как он может они пишут что не успел прочитать но теперь это не просто мяч какой-то усиленный мяч ладно я думаю на этом мы будем заканчивать вы поняли что если представляет эта игрушка если вам нравятся платформеры рекомендую посмотреть выглядит в яре очень прикольно единственно геймпад под нее нужен желательно либо с клавиатуры будете играть вот на этом у меня все сейчас буду я сделаю еще один обзор на следующий платформер пока закончим подписывайтесь на канал приходите на сайт vr 419 там будет больше интересных игр для вашего вир шлема с вами был павел 419 до новых видео пока